Давайте посмотрим, что время делает с фокусом. Машина в одной семье. Как видите, выглядит более чем нормально. Пробег сейчас 65 тысяч километров. Российская сборка, комплектация Тренд. Ничего необычного. Давайте поближе посмотрим по кузову, по салону. Что вообще тут с точки зрения эксплуатации с этой машиной за 7 лет происходит. По ЛКП. У меня никаких нареканий нет. Давайте сейчас посмотрим самое больное место. Бампер. Ну так, крупненько. Как мы видим, конечно, присутствуют мелкие сколы, затертости. Юбочка чуть оцарапана бордюрами. Машина низкая. Есть пара сколов. Ну, скажем так, ничего критичного. Противотуманочки родные. Надо сказать, никаких ремонтов, никаких ДТП с машиной не было. То есть, она на всем полностью практически оригинальном ездит. Есть нюансы по стеклу. Будет видно, не будет, не знаю. Но что материал стекла фар, что материал самих стекол автомобиля, не очень, на мой взгляд, качественный. Почему? Потому что очень много царапин. Такое ощущение, что стекло мягкое. Ну, не знаю. Может быть, это на всех машинах так. Не проверял. Но меня немножко раздражает этот фактор. Потом сядем с вами в салон, посмотрим. Ну, вот так выглядит у нас. Повторители. В принципе, я бы сказал, никаких проблем нет. Да, по самому металлу тоже есть, конечно, царапинки. Где-то какие-то. Так бы поснимать. Может быть, что-то увидите. Но никаких критичных сколов нет. Колпаки. Колпаки, конечно, поцарапаны. Ну, сколько терлись обордюры. Но, тем не менее, пластик очень хороший, гибкий. Все нормально. Торцы дверей. Так, вот эта дверь. Видно, да, что немножко там... Это мы накладочки сами устанавливали, чтобы другие машины не портить. Конечно, есть царапины на уровне... ручек вот там внутри. Видно, не видно, не знаю. Но они присутствуют. Есть пара вот таких моментов. Это когда нам доставалось дверью от другой машины. Но, опять же, ничего критичного. Никакой ржавчины, ни в коем случае ничего такого нет. Так, посмотрим дальше. Задняя часть. Что у нас в этом? Все нормально. Все работает прекрасно. Изи фьюл. 95-й бензин. Ага, ну вот, смотрите, шильдик. Следы старения, да? Так, давайте мы откроем машину. У нас, кажется, закрыта. Так. Ну, здесь, в принципе, царапины есть, потому что видно, что что-то когда-то грузили на бамбере. Но тоже не критично. Багажник. С багажником все нормально, но он маленький. Это всем известно. Так, здесь пару раз мы въезжали в заборы. Никаких вопросов тут тоже нет. Вот брызговики. Чуть стоило чуть не разобрать скорость, въехать в какой-то забор, и у меня отпалилось крепление заднего брызговика, но так на нем и езжу. Неудобно, конечно, парковаться задом. Высокие бордюры вот в такие, например. Ну, он собирает все их. Чуть посильнее тронулся и брызговик сорвал. Ну, это первый раз за 8 лет. Один. Ничего мне не отвалилось до этого. Так. Ну, давайте, наверное, перейдем в салон. Это вот дефлектор неоригинальный, пожалуй. Единственное, что здесь неоригинально установлено. А, ну, кстати, щетки. Щетки тоже. Видно, что здесь немножко красочка пооблезла. Видно, не видно? Видно? Вот это щетки оригинальные. То есть здесь тоже ничего не менялось. Они, в принципе, ездят. Мягкие, недубовые. Но уже, наверное, пора поменять. Первый раз за 8 лет хотя бы из приличия. А, давайте сначала капот откроем. Под капотом ничего не мыли никогда. Все тут в первозданном виде. Масло меняем по регламенту. Ну, грязный двигатель. Все жидкости в норме. Эксплуатируется автомобиль у официального дилера. Но пока на сегодняшний день только замены масла, масляного фильтра. А салонник и воздушный фильтр я меняю сам. То есть, в принципе, бог миловал. Ну, вот листва тут у нас. Осень на дворе. Тряпочка. Это еще тесть положил. Так, она здесь и лежит. Все, в общем, у нас здесь в порядке. Под капотом. Едем дальше. Сейчас пойдем в салон. Так, какие следы оставило время в салоне автомобиля. В салоне автомобиля, ну, пара моментов, наверное, есть таких, не самых. Первый касается вот этих вот алюминиевых накладочек. Не знаю, видно или нет на камере, но чуть там вот этот декоративный слой, алюминиевый, или не знаю, что это фольга какая-то. Вот у нас здесь немножко пообрямкалась. Но незаметно и некритично. По поводу царапин на стеклах. Не знаю, покажет, не покажет мне сейчас фотоаппарат. В общем, они есть, особенно это видно ночью при искусственном освещении. Такие вот характерные царапинки. При том, что никакими скребками вы не пользуетесь, а просто, допустим, тряпочкой, да, там, ну, что-то протерли, где-то протирали. Стекло легко царапается. Я думаю, что это именно связано с качеством стекла. Что касается салона. Рукоять как новая. Никакого рваного тут кожзама нет. Материал вот этой поверхности, вот этих приборов тоже, надо сказать, не самый классный. Видно вот царапинки. Все равно протираешь иной раз, он царапается. Это не нравится. Хотя стекла приборов, вот этих приборок, все с ними в порядке. Такое сидение нормальное, мягкое, продолжают радовать. Обшивка вот этих всех декоративных частей держится. Еще продержится, мне кажется, сто лет. Есть один такой нюанс, именно связанный с долгой эксплуатацией. Это такие поролоновые вставки вот здесь. Вот, видите их? Вот они раскрошились. Я не знаю, зачем они там. Вон, видите, даже трещина. Но, в принципе, оно ездить не мешает. Когда не было тонировки на этой машине, оно, конечно, было видно. Но сейчас тонировка, и никто вообще не видит и не замечает, что там и кто там. Машина чистится легко, пятна все оттираются. В целом, не знаю. А, ну, пожалуй, да, еще по поводу дефектов. Под дно, если залезем, там какие-то вот эти штучки пластиковые. Отваливаются потихоньку. Ага, вон, видите, что-то отвалилось. Что это, не знаю. Ну, какой-то дефлектор грязи, наверное. Где-нибудь на яме собрал. Вот так радиатор выглядит. Грязный, конечно. Он же оригинальный. Никто туда не лазил. Ну, вот, в принципе, и все, наверное. Ну, вот, 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 вот Продолжение следует...